Неделю назад Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию. Это были два с лишним часа несбыточных обещаний, бессмысленных слов и традиционного кряхтения. Ну и, конечно, потраченное на это время нам уже никто не вернет. Тем не менее, один фрагмент из речи высокопоставленного убийцы я вам все-таки напомню еще раз. Но посмотрим мы его в ускоренном режиме. Я же не изверг. Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заглух перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России. Да, Путин буквально заявил, что участники так называемой СВО стали «новой элитой России». А еще предложил назначать их на ключевые должности в системе образования и воспитания молодежи, в общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе и органах власти. Но значит ли это, что вчерашний зэк и наемник незаконной, вообще-то, ЧВК Вагнера, станет, например, губернатором? Ну, конечно, нет. Как отмечает политолог Екатерина Шульман, повышение по службе получают те, кто и так шел по служебной лестнице Кириенко исключительно вверх. Помним мы про то, как говорили, что теперь на Донбассе будут делаться карьеры, и все губернаторы оттуда, вот откуда-то будут происходить. Мы пытались найти вот этих вот губернаторов. Значит, нашли мы Омскую область и Чукотку. И там и там были люди, опять же, кириенковские кадры, которые на три месяца съездили куда-то в Запорожскую область, посидели там, тихо, незаметно в бомбоубежище, потом быстро были вывезены на материковую Россию и назначены губернаторами. Значит, я подозреваю, что с солдатами, офицерами и ветеранами будет такая же примерно история. Это будут вот такие вот ветераны. Ну, а чем вообще занимаются эти так называемые ветераны? Грабят, насилуют и убивают. Например, за пять дней до путинского послания в якутском селе Кутана бывший заключенный, вернувшийся с войны, убил лучшую учительницу России. Представителя этой новой путинской элиты зовут Виктор Савинов. С 2010 года он был трижды судим, ну а в частности в 2020 году получил 11 лет колонии строгого режима за убийство женщины. Но спустя пару лет Путин развязал войну, так что Савинов завербовался в ЧВК и уехал в Украину. А 24 февраля уже этого года он проломил голову своему собутыльнику, а потом отправился домой к пожилой соседке и зарубил ее топором. Как он сам потом признался, на почве старых обид. Эта женщина – учительница начальных классов Кутанинской средней школы Валентина Федорова. Она проработала 40 лет, победила в конкурсе «Лучший учитель России» и получила президентский грант. Еще одно убийство произошло уже в Челябинске в ночь на 25 февраля. Там бывший вагнеровец Никита Сидоров напился, пришел домой и убил свою девушку на глазах у их трехлетнего сына. Полиция, которую вызвали соседи, услышавшие женские крики, добиралась до места 40 минут. Ну, наверное, решали, грозит ли им штраф за дискредитацию армии. А в это же время в моем родном Кирове точно такой же бывший наемник ЧВК Вагнера изнасиловал девушку и сжег автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Этот элитарий, его зовут Дмитрий Ефимов, кстати, завел 22-летнюю девушку в гаражи, откуда затащил ее в чужую припаркованную машину. Девушка подверглась насилию, но осталась жива, ей удалось сбежать. После этого насильник поджег машину. И знаете, что часто, когда говорят про преступления бывших военных или наемников, упоминают, что они были травмированы на войне, как бы приравнивая их преступное поведение к ПТСР, посттравматическому стрессовому расстройству. Но это не так. Участие в военных действиях не всегда приводит к ПТСР. Это изначально зависит от психики человека. А люди, страдающие ПТСР, те, кто пережили эпизод насилия или подвергались насилию длительное время, стали жертвами катастрофы или получили другой болезненный опыт, который их психика просто не смогла переработать, это не преступники. В отличие от помилованных Путина убийц. Того же Дмитрия Ефимова в 2013 году судили за изнасилование, а в 2019-м за убийство. В 22-м он завербовался в ЧВК Вагнера, но после истечения контракта, как ни в чем не бывало, с погашенными судимостями вернулся домой. Ко мне домой, кстати. В мой родной город. И продолжил совершать преступления, потому что главный пахан Владимир Путин обнулил его прежние судимости, отмыл его репутацию перед уголовной системой и дал свободу делать что угодно. Самое главное, он подарил им всем ощущение безнаказанности. Ну и если этих примеров недостаточно, то на канале Навальный Лайф уже вышла новая серия современного российского трукрайма. В Новом Бурце живет 337 человек, большинство из них женщины. Почти все они работают на местном сельскохозяйственном предприятии «Русь» доярками. А это значит, идут на работу и возвращаются с нее затемно. Три часа мы уходим на работу. Нас никто не увозит, не привозит. Мы идем одни, на свой страх и весь. И вечером мы идем полдевятого в девять домой. День пьяный бьется и поймает. Билл и мил и топором. Человек, о котором идет речь, Иван Росомахин. Он появился в селе несколько дней назад, вернулся с фронта. С тех пор он пьяный, разгуливает по улицам, бьет стекла машин и бросается на прохожих. Вилы, топор, нож. И идет, орет. Убью всех, перережу всю семью. Орет. Страх местных жителей легко объясним. Новый Бурис – родное село Росомахина. Здесь многие его помнят. Они знают, что он уже делал раньше и как вообще оказался на войне. До тех пор, пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно. Потому что от этого отморозка можно ожидать чего угодно. Мы это все адекватно понимаем. У нас понимание есть. Мы понимаем вашу узабоченность и встревоженность. Поэтому в обиду мы вас в любом случае не дадим. С ним есть договоренность, что во вторник мы его садим со всеми манатками в поезд. И чтоб он отсюда свалил, чтоб я его здесь больше не видел. Росомахин не уедет во вторник. Полиция не выполнит своего обещания. 28 марта, на следующий день после этой встречи в Доме культуры, Иван Росомахин убьет человека. И сейчас мы вместе с вами восстановим события того дня и того, что ему предшествовало. Целиком это видео вы уже можете посмотреть на канале «Навальный лайф». Ссылка в описании. Убийство, о котором там идет речь, Иван Росомахин совершил почти год назад, в конце марта. А вот совсем свежие новости, вот буквально сегодняшние. В Новосибирске 10-летнего мальчика избил так называемый ветеран войны в Украине. Данил Шарган работает преподавателем в детском военно-спортивном центре «Альфа». А его преподавательские методы заключаются, очевидно, в избиении детей палкой по голове. Конечно, в отношении мужчины уже начали проверку. Но знаете, что делает в таких случаях самый справедливый суд в мире? Дает штраф в 5 тысяч рублей. Ровно столько стоит жестокое избиение женщины, который бывший муж, тоже вагнеровец, буквально раздробил кости лица. Сегодня в Челябинске суд прекратил это самое дело. Назначил тот самый символический штраф и освободил мужчину от любой ответственности. Наверное, все дело в том, что в суд бывший наемник принес боевые награды. Медали ЧВК Вагнера за взятие Бахмута и Бахмутская мясорубка. Я не шучу, она так и называется. Ну, а также благодарственные письма от ЧВК. Самое ужасное, что вот таких случаев будет все больше и больше. Это ведь буквально одобрены Путиным террор собственного населения. Но не соглашайтесь с той ролью, которую вам предлагает Путин. Ролью безмолвной жертвы. Я знаю, конечно, что говорить открыто о происходящем в России опасно. Находясь в России, безусловно. Путинские силовики готовы закатать любого, причем им даже не нужен повод. Но у нас с вами все-таки есть один легальный и безопасный способ выразить свой протест. Полдень против Путина. Приходите на избирательный участок 17 марта в 12 часов по своему часовому поясу. И покажите, что вы против беззакония, насилия и смерти. Вечных спутников Владимира Путина. Продолжение следует...